друзья доброго времени сутки сегодня будет маленькая операция операция будет буквально длиться я понимаю что все любите много операционную там всякие анастомозы сегодня будет операция пятиминутная она будет длиться совершенно мало но больного которого мы будем лечить такие больные как он представляет из себя очень большую проблему особенно они раньше представлялись очень большую проблему и многим из тех кто знаком с моим творчеством с моим канал будет интересно а дело был так в один прекрасный субботний дежурный день когда мы дежурили с доктором розином розин уходил ходил там до обеда в приемное отделение потом нейтрализовался в операционной какими-то аппендицитами своими там холециститами занимался и я своим ординатором говорю ребят ну пойдем сейчас пока розин нейтрализован в операционной мы сейчас пойдем и найдем с вами какого-нибудь ну простенького хорошего больного найдем какую-то принцессу с аппендицитом будем оперировать и приходим и нам тут же подсовывать направлении со скорой помощи и мы идем смотреть вот такую принцессу о которой мы сегодня будем с вами говорить молодой человек ну такой болезный то есть сразу на вид видно что болезный в течение анамнез очень важен вы особенно врачи послушайте вам будет интересно в течение двух недель якобы чувствовал себя совершенно нормально как мы хотя знаем я уже давно говорю что все больные врут все врут и врачи врут и больные врут надо смотреть когда вы спрашиваете пациенты и думать о том что он вам наврал так вот этот мужчина молодой говорил что чувствовал себя совершенно нормально совершенно хорошо две недели назад потом у него заболел живот поднялась температура тела причем температура тела поднялась до 40 градусов и начался понос ни один раз не два не три опять шесть раз в сутки на следующий день по нос не прекращался он начался уже на следующий день с прожилками крови ему стало совсем плохо и он пошел в больницу он пошел к участковому терапевту то его направила к инфекционисту и они вместе решили что пациент который болеет по носам он достоин назначение антибактериальной терапии там какого-то симптоматического лечения и рекомендовали ну что рекомендуют врачи в нашей стране когда приходит к ним пациент с какими-то жалобами на что там пневмония понос еще что то ну все прекрасно понимают что это назначается антибиотик который удобный который колется один раз в сутки а именно цифтере аксон ну что больному было назначено он в течение трех четырех дней с удовольствием получался в три аксон и продолжал поносить на следующий прием через где-то 5-6 дней после начала заболевания он пошел еще раз к терапевту со словами доктора мне тут ничего особо не помогает ему назначен еще сверху амоксикла в таблетках и отправлено опять на аблаторное лечение и по скорой помощи но когда ему стало совсем плохо него привезли в дежурное хирургическое отделение так как болел у него живот врачу скорой помощи его живот совершенно не понравился пациент продолжал точно также поносить там по несколько раз в день совсем жидко перестал есть и вот с таком печальным обезвоженным таком дохлом состоянии он явился перед наши очи в приемном отделении материализовался положили спросили анамнез я вам только что рассказал ну внешне скажем так понятно что больному херовоста болеет то есть показания госпитализации есть живот нехороший хирурги поймут что такое нехороший живот вроде бы как не перитонит но ты на него смотришь под вздутый напряженный болезненный кладем в хирургическое отделение ну говорим там анализы фигализы узи кладем и уже потом после его дообследования когда повторно смотрели вместе с историей болезни в приемном отделении мы увидели он до сих пор температуре у плюс в анализах выраженный ликтос до 30000 обезвоженный сухой с каким-то там высоким гемоглобином и самое главное что на ультразвуке была вот такая картинка которая вам сейчас покажу которую видите на экране мы с вами уже говорили про врачи ультразвуковой диагностики говорили о том что узи это оператора зависимый метод но наш доктор ультразвуковой диагностики заметил у больного вот такое образование в правой доле печени которого сейчас видите на экране своего монитора причем ну как-то не особо написал нам какого размера где это точно расположена поэтому мы еще раз его пересмотрели на своем своими глазами на своем аппарате у ее же в отделении свозили на к т и вот перед вами компьютерная томография данного пациента можете на нее полюбоваться вы видите что в правой доле печени вот в таком мы можем поиграться режимами есть огромных размеров образования ну и с которым нужно что-то делать и вот сейчас мы об этом и поговорим что же делать с таким пациентом и так условия задачи суббота выходной день это сразу к вопросу о том что многие скажут причем я показывал вот этот вот снимок своим коллегам которые занимаются компьютерной томографической диагностикой которые сказали но вот тут вот как бы никто сразу не сказал слушайте вот это вот гнойник ну потому что и на ультразвуке жидкостное образование гнойник это жидкостное образование это жидкость видны как там черное такое пятно вот вам пример как выглядит нормальный абсцесс печени который картинка с интернета вот вот так вот выглядит и на к т тоже самое мы видим вот это вот образование и диагносты говорят что вот нам бы нам бы вот как-то не нативный снимок а как-то с контрастным усилением а что делать если ну во-первых как ты нет вообще это раз во вторых что делать если у нас на данный момент нет возможности выполнить к т с контрастным усилением по причине там или отсутствие контраста или отсутствие аппарат который этот контраст подает а у нас в данный момент сломался ну и самое главное по причине но отсутствие доктора который все это будет описывать так вот мы имеем вот такого пациента который лихорадит поносит с выраженными воспалительными изменениями в анализах с вот такой ультразвуковой и к этой картинкой и соответственно уже я то уже изначально знал приблизительно что это такое в печени это не опухоль это там не какая-то гематома вот так как мы видим выглядит только вот недавно сформированный свежий абсцесс печени который включает себя не только гной а и остатки какой-то там печеночный паренхемы какие-то там сгустки крови вот именно вот так вот это выглядит все на компьютерных снимок снимках и на ультразвуковом исследовании и вот такого пациента мы не можем оставить на понедельник чтоб потом до обследовать с таким пациентом мы должны что-то делать если раньше это была проблема я помню раньше вот эти вот большие операции когда не был ультразвуковой диагностики ну прям сейчас к такой больной поступает мы у него это подозреваем и нет ультразвуковой диагностики чтобы под узи выполнить какие-то мини инвазивные вмешательства не было дренажей это были крайне тяжелые больные которым выполнялась лапартомия у которых мы ковырялись вот в этой полуразваленной печени и результаты лечения были такие слава богу что сейчас появилась узи в отделении обычный аппарат в операционные которые возможно притащить и специальные дренажи о которых мы сейчас с вами поговорим мы уже с вами видели эти операции на канале повторение мать учения нам нужно иметь такого больного нам нужно иметь у такого больного абсцесс печени и нам нужно иметь специальные дренажи которым возможно задренировать без большой операции мы сейчас эту всю операцию посмотрим без большой операции вот это жидкостное образование в печени для этого нам нужны специальные трубочки для врачей ординаторов танкисты могут просто поделиться я сейчас все покажу значит трубки бывают которые я уже рассказывал на канале вы можете посмотреть прямые просто такая трубка которая заканчивается прямым концом и дыркой такие не пойдут трубки бывают в виде катетера виде зонтика катетер тип молек который небольшим зонтиком раскрывается в жидкостном образование но как бы на такое большое образование тоже не особо пойдет и бывают катетеры по типу свиного хвоста пиктейл который я сейчас вам покажу причем разновидности катетера я вам покажу два мы не будем брать буржуйский по той причине что у нас их нет я понимаю что сейчас у некоторых ворчей может из глаз потечь кровь что я стерильный катетер открываю но у нас много поэтому могу показать самые дешевые начнем с самого простого старый вариант почему он называется пиктейл он выглядит вот так вот это вот похоже на свиной хвост это катетер типа пиктейл старый вариант стареньких двухходовых катетеров сейчас я вам на пальцах и вот на этом примере буду объяснять почему двухходовой мы имеем иглу мы имеем катетер который надет вот на эту иглу и у нас этот катетер в жидкостное образование под ультразвуковым контролем будет заводиться в два этапа сначала мы под анестезией или под наркозом под местной анестезией под наркозом пунктируем вот этой вот иглой то есть тут катетер еще нет это просто игла пунктируем и видим по ультразвуку что в полость заходит вот эта вот иголка потом когда мы завели конец вот этой иглы в полость жидкостного образования или абсцесса которому должны задренировать мы вот по этой игле спускаем катетер который у нас потом как вы видите загибается и когда мы уже с вами вынули иглу когда катетер оказался в полости мы его доворачиваем и у нас сворачивается как свиной хвост вот это называется катетер типа пиктейл или двухходовой катетер неудобный потому что в тот момент когда мы не сводим катетер если большое образование все более менее просто если образование вот такой маленькой мы можем просто иглу увести в печеночную ткань ну или куда-то там не может косну образование более удобный катетер который я вам покажу следующий опять же это все наше отечественное это все относительно дешевое это все вы можете приобрести для своей больницы этот катетер он у нас одноходовой он уже не такой как предыдущий у нас этот катетер только единственное что я видимо облажался я взял не ту иглу иголка должна быть чуть маленько подлиннее смысл в том что вот эта игла которую я сейчас вам показывают она заходит полностью в катетер и выходит не вот это чуть другая из его кончика и мы пунктируем образование одновременно иглой и катетером сразу то есть мы вводим катетер вместе с иголкой и когда мы видим что кончик катетера достиг центра вот этого образования мы сначала убираем стилет получаем отсюда какую-то жидкость а потом убираем саму иглу и в итоге у нас получается что образование свернулся вот такой свиной хвостик это называется методика одноходового дренирования катетером тип пиктейл я думаю что специалисты ну все это знают и многие надо мной поржут а молодым хирургам и студентам все это будет полезно и вот сейчас мы пойдем с вами в операционную и увидим что мы сделаем с этим пациент все замри вообще замри и постарайся дышать поверхность не получается очень сложно сводится почти все уже потерпите молодец а ну и не 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 задренировали получили вот такое количество крови сгноя одномоментно там почти грамм 800 содержимого причем когда я в чате а у нас есть телеграм-канал и в нем есть чат вот по этой ссылке которая написана и внизу в описании вы можете посмотреть ссылку как туда попасть когда я скидывал вот это вот случай в чат многие начали говорить от пожалуйста давайте посев что вы там посеяли что за содержимый какой там микроб я вернусь к этому чуть позже что мы имеем на данный момент сразу после операции мы имеем одномоментно 800 миллилитров там какого-то кровянистого гноя мы уже на следующий день имеем пациента который ну соответственно встает ходит у него нет никаких разрезов ему можно принимать пищу что мы такому пациенту опять может быть я не прав что мы такому пациенту назначим из антибактериальной терапии ну соответственно про и про кроме противовоспалительного лечения там каких-то симптоматических препаратов антибиотики назначать нужно системная реакция есть температура есть с другой стороны и понос тоже есть что не хотелось бы продлевать ему этот черт в цифреаксон мы ему назначаем обычные таблетированные препараты в данном случае это был обычный там цифра фоксацин и метронидазол в надежде на то что когда-то там чуть попозже появится посев содержимого чувствительность к антибиотикам и мы уже можем назначать терапию который направлен именно на то что у него в этом абстессе живет конечно же мы собираем анамнез был ли он там где-то во всяких странах и он говорит что нифига я не был не били ли его когда-то там в ближайшее время хотя синяков никаких нет в область печени и конечно же он будет меня не били и я не падал и конечно же мы ему предлагаем так как у нас в больнице это сделать в субботу особенно невозможно да и вообще особо невозможно это сложно в обычных больницах брать какие-то специфические анализы мы предлагаем слушай они не могли бы мы у тебя взять кровь и твоя там родственница супруга придет пробирочку возьмет отнесет в частную какую-то лабораторию пусть посмотрит антитела ко мне дуб и он начинает это вот ныть говорит ой вот вы знаете она там заняты у нее маленький ребенка и там чуть не охота ну и хорошими на счету забивать и у нас пациент буквально через два или три дня сбрасывает температуру тела у нас пациент перестает дрестать у нас у пациента приходит анализа которые уже не 26 тысяч ликоцитоз а 10 и без какого-то там палочка ядерного сдвига то есть он начинает поправляться что делать с таким пациентом дальше опять же мы не специализированная клиника мы не можем пациентов держать максимально до того момент когда они стали такими как они родились новые хорошие с хорошей печенкой и поэтому мы выполняем контрольное компьютерное томографическое исследование брюшной полости спустя 10 дней он нас 10 дней попил свой метронидозол еще раз он перестал температуре дристать у нее перестала болеть живот то хороший мягкий уже из-под ребра вот такая вот печенка не торчит ему нормально по дренажу ежедневно выделяется около 100 грамм какого-то серозно гнойного отделяемого в небольшом количестве все меньше и меньше 180 50 там 40 и по уменьшающей мы делаем компьютерную томографию мы видим что полость сохраняется а все должны хирурги понимать что независимо от того что абсцесс дренирует такая полость она все равно быстро не спадется не слипнется и мы больного выписываем домой на амбулаторное лечение причем данный пациент и сам не особо хотел лечиться постоянно на обходе вот есть такие пациенты доктора мне надоело лежать а я хочу домой а может не отпусти а может я вот буду ходить и вот вы понимаете когда пациент ведет себя так ну и сами мы не хотим такого пациента сильно твить и поэтому мы его спокойно отпускаем домой с дренажом даем какие-то рекомендации и что самое интересное когда он уже шел домой к лифту он подошел ко мне ведь доктор а вы знаете а у меня есть один момент я хочу вам сказать я вот чуть вспомнил я три месяца назад упал в подпол и ударился правым боком и думал даже что сломал ребра но никуда не ходил ну и даже это забыл а вот сейчас я вот это вот сообщаю и спокойно направился к лифту как я и говорил все больные врут но есть еще один интересный момент потому что когда он к нам явился еще через неделю после выписки он там сходил к инфекционистам еще раз ходил к терапевту он пришел и сказал что у него нет никакого отделяемого там буквально по 5 миллилитров в сутки из вот этой вот трубки мы ему эту трубку удалили и он нам принес одну бумажку на которой было написано он все-таки сходил в лабораторию что у него положительный анализ он сдал эти тела камебом так что вот такая интересная ситуация что с ним было и и что на самом деле являлось причинам то ли это действительно амебиаз то ли это травма с образованием гематомы ну наверное уже особо никто не узнает пациент находится под наблюдением инфекционистов он будет спокойно потом контролировать свою печенку на ультразвуке и на компьютерной томографии а на этом я на сегодня свою историю закончу чтобы вы сделали с таким пациентом как бы продолжили его лечить чтобы вы предложили еще ведь канал не просто так что я делюсь какой-то информации и вот нужно делать вот так вот канал для того чтобы и в комментариях здесь или если вы хотите в телеграме еще раз вот ссылка и внизу пожалуйста по описанию может проходить вы можете поделиться своими мыслями чтобы вы сделали такому пациенту какие бы дополнительные исследования вы бы назначили еще так как у нас большого опыта и я думаю что в других центральных районных городских больницах особенно центральной части россии опыта лечения таких пациентов особо нет может быть вы с нами поделитесь какой-то полезной информации она не на сегодня все пока и и